Читеров ждут адские муки, но потребовалось 20 случаев, чтобы донести это до них. Добро пожаловать на WatchMojo, и сегодня у нас кое-что новенькое. Топ-20 самых жестоких наказаний читеров. В этой подборке мы рассмотрим, как разработчики наказывают игроков за обман в любых играх. А еще загляните к нам в Телегу, там куча годного контента, ссылка внизу. Ну, все, поехали. Номер 20. Код Konami не работает. Разные игры. Konami Code — один из самых известных чит-кодов в истории игр, и по сей день есть игры, в которых он используется как респект старым шпилкам. Но не каждая игра вознаграждает за запоминание кода. Если используете этот код в Pop'n'Twinby, ваш корабль рухнет на землю, а уровень перезапустится. В Contra 4 код Konami действует как код мгновенной смерти, если только вы не введете его на сенсорном экране DS во время десантирования с вертолета. А после применения в Super Monkey Ball Junior, название игры меняется на Super Nice Try. Это доказывает, что знание поп-культуры не гарантирует легкого пути, так что осторожнее. Номер 19. Вас засырят. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Мы привыкли нажухивать боссов в некоторых любимых играх. Некоторых боссов. И в некоторых играх становится ясно, что нам нужно играть так, как этого хотели разработчики. Вот, например, Crash Bandicoot 3 Warped. Во время битвы с Tiny Tiger можно пробиться сквозь волны львиных набегов, просто стоя в верхнем левом углу. Но если вы попытаетесь воспроизвести этот эксплойт в ремейке Insane Trilogy, Vicarious Visions забросает вас сыром, пытаясь вызвать чувство вины. Возможно, вам удавалось обмануть High Road и Road to No Wear, но Vicarious, черт возьми, не позволит вам сбежать. Номер 18. Режим Boss Rush. Crusader No Regret. Вы когда-нибудь пробовали вводить читы из любимых игр в сиквелах? Фаны Crusader No Remorse наверняка это делали, однако новый Crusader No Regret преподнес им неприятный сюрприз. Код из первой игры перенесет геймера на секретный уровень, где поджидают 8 мехов председателя Дрэйгана. Для любого нормального человека это невозможно. Те, кто выжили, лишь подтвердили, что такая победа не приносит удовлетворения. Игра по-прежнему убивает вас за паршивое читерство. По делам или нет, но это как ни крути жестко. Номер 17. Использование автофайера. Metal Gear Solid. Помните старые времена, когда неоригинальные контроллеры поставлялись с кнопками автофайера? Некоторые игры могли это простить и забыть, но Metal Gear Solid не дал спуску этому дерьмо. Во время допроса Оцелота пресловутый стрелок смотрит в камеру и говорит Честным игрокам со стандартными контроллерами бояться нечего, но те, кто проигнорировали угрозы Оцелота и применили автофайер, наблюдали смерть Снэйка от электричества целую стыдную минуту. Надеюсь, ваш обман того стоил, ребята. Вы добились смерти человека. Гордитесь собой. Номер 16. Использование читов Doom. Как и с кодами Konami, стоит быть осторожным, применяя классические читы. Это относится и к кодам Doom. Те, кто играл в Херетик от Raven Software, прошли трудный путь. В Doom легендарный код IDDQD дает игроку режим бога, делая его неуязвимым. А в Херетик этот код мгновенно убивает геймера. Похожая ситуация с читом IDKFA, который в Doom предоставляет игроку доступ ко всему оружию. А вот в Херетик он забирает у игрока оружие, оставляя его с палкой. Надеюсь, ты готов принять вызов? Далеко не уйдешь, читырюга. Номер 15. Смерть от коровы-чудовища. Ведьмак 3. Дикая охота. Один из наиболее забавных способов наказания читеров – это призывать кошмарного монстра, который будет преследовать их. Кто-нибудь еще помнит непобедимого Скорпиона из Serious Sam 3? В Ведьмаке 3 обнаружили Эксплойт, который позволяет фармить золото за убийство коров. CD Projekt Red выпустила патч, который заставляет Эксплойт спавнить Beewind Defense Force Initiative. По сути, вас ждет борьба с нескончаемой ордой демона коров, пытающихся вас кокнуть. Это покажет людям, что значит убивать скотинку без причины. Номер 14. Заклеймят вором. Легенда о Зельде Пробуждение Линка. Это классический чит Нинтендо, про который знают многие фанаты Зельда. В Пробуждение Линка можно получить бесплатный предмет в одном из игровых магазинов. Просто зайдите, возьмите нужный предмет, заставьте торговца повернуться к стене и убегайте, прежде чем он сможет развернуться. Можно получить предмет бесплатно, но будьте осторожны, игре все известно. NPC до конца игры начнут называть вас вор, а не именем персонажа. А в следующий раз, когда вы зайдете в магазин, то заплатите страшную цену. Читеры, вы бы предпочли, чтобы Линк был отважным героем или мелким мошенником? Это будет на вашей совести. Номер 13. Длинные аннотации. Серия Animal Crossing. Говоря о нечистой совести, Animal Crossing наверняка поставит вас в тупик. Все происходит в реальном времени и игре не нравится, если вы пытаетесь каким-либо образом манипулировать файлом сохранения, в том числе забывая сохраниться. Вы знаете, кто вы. Кто так делал, вынужден был слушать безумно длинную и занудную лекцию от мистера Ресетти. И нельзя ничего делать, пока не поговорите с ним, ведь уход его еще больше разозлит. Со временем все усугубляется, и он просит вас ввести определенные фразы, вроде «Слава Ресетти» или «Может пригрозить стереть ваш сейф». Лучше не переходить ему дорогу. Номер 12. Botany Bay. RuneScape. Есть много онлайн-игр, которые сделают все возможное, чтобы конкретно унизить читеров. Игроки RuneScape точно об этом знают, ведь существует специальный остров для читеров – Botany Bay. Это историческая отсылка на британскую тюремную колонию, которая в конечном итоге стала Австралией. Читеров, пойманных с поличным после двух предупреждений, телепортируют в Botany Bay на суд. И читерам ничего не остается, кроме как беспомощно наблюдать, как их героя унижают и жестоко убивают, а затем отправляют в вечный бан. В такие моменты мы не можем не думать об одной сцене из «Войны бесконечности». Номер 11. Забанили больше, чем на 7 тысяч лет. Monster Hunter Try. Иногда просто нужно указать, на какой срок может быть пожизненный бан. Capcom мило озаботился тем, чтобы объявить, когда читеры смогут снова сыграть в Monster Hunter Try. Нарушителям показывают сообщения, что их учетная запись заблокирована до 9999 года. Если вы каким-то образом к тому моменту будете все еще живы, а Землю не уничтожат инопланетяне или апокалипсис, тогда-то и сможете снова сыграть. Если вас словят на читерстве во второй раз, тогда ваш аккаунт забанят навсегда. Постойте, серверы игры уже закрыты? Не повезло кому-то. Номер 10. Грязный хакер. Undertale. Некоторым игрокам сложно посмотреть все концовки, предложенные игрой. Например, в Undertale почти десяток различных финалов, один из которых требует взломать игру. Тогда игрока встретит недоумевающий Санс и спросит, как геймер получил его сообщение об ошибке. Далее он посоветует связаться с разработчиком, прежде чем косвенно обвинить во взломе игры и обозвать грязным хакером. Зачем заставлять игрока чувствовать себя виноватым, Санс? Номер 9. Удаление сейвов Banjo-Kazooie Читерство – огромная проблема, учитывая, сколько технологий доступно общественности. Это почти заставляет вас скучать по старым временам использования читов без каких-либо последствий. Но Banjo-Kazooie – это скорее исключение. Игроки могут использовать читы от Cheeto и Bottles, но есть еще и незаконные читы, которые позволяют разблокировать мир. Код можно использовать без последствий один раз. После второго раза Грунтилда пригрозит стереть сейв. На третий раз игра выполняет угрозу. Играть дальше можно, но при следующем запуске предыдущего файла сохранения там не будет. Номер 8. Серьезная комната The Stanley Parable Если вас в детстве отправляли в кабинет завуча, то это наказание может быть знакомым. Слишком знакомым. Хотя, если у вас есть друг, который много жульничает, это может стать крутым пранком. Если в The Stanley Parable набрать в консоли SV Cheats, вы попадете в худшее место из когда-либо существовавших – в серьезную комнату. Вы будете вынуждены слушать длинную лекцию рассказчика, донося вам простые мысли про читерство. Читереть – нехорошо, и The Stanley Parable только убеждает в этом. Номер 7. Порабощение Ark Survival Evolved Как и во многих онлайн-играх, в Ark было немало читеров и гриферов. К счастью, комьюнити нашло способы противодействовать этим негодяям. Они захватывали и порабощали персонажей. Из-за этого мошенники и гриферы будут вынуждены либо прекратить играть, либо служить своим похитителям, пока их не освободят. Читер не может убить своего персонажа, ведь его можно кормить принудительно, чтобы сохранить жизнь. Эта форма самосуда созревшая для использования, но у комьюнити хватает удачных примеров перевоспитания нечестных игроков. Номер 6. Убийца игроков Red Dead Redemption Rockstar применили творческий подход для унижения читера в первой РДР. Любые игроки, уличенные в мошенничестве, окажутся нон-грата в каждом городе. Законники начнут стрелять в читеров, если те окажутся в зоне действия. И неважно, сделал ли читер что-то провокационное. А для поддержания интереса к самосуду, игра пометит ваш аккаунт убийца игроков, что может привлечь нежелательное внимание других геймеров. Эй, если они читерят, чтобы потешить свое эго, то почему бы не привлечь к ним внимание, превратив их в самых разыскиваемых преступников на Западе. Номер 5. Обнуление и заклеймление рейтинга Xbox Live Если вы печетесь о том, чтобы ваш рейтинг впечатлял других игроков, то избегайте читерить на Xbox. В апреле 2009 года обнаружилось, что хакеры незаконно заполучили ачивки на х-коробке. Но вскоре они увидели, что их геймскор очищен, что практически обнуляет учетку. Это побудило Microsoft запустить собственную политику касательно читеров. Если вас поймают, то ваша геймер-карт навсегда останется с клеймом и позволит другим игрокам узнать, чем вы там занимались раньше, а может и сейчас. Номер 4. Публичное унижение и удаление персонажа. Guild Wars Как вы уже поняли, разработчики не боятся обращать внимание общественности на читеров. Что может быть лучше публичной казни в Guild Wars? Ни тебе церемонии, ни слушаний. Нет, просто казнь. Вы можете разговаривать с кем-то, а потом дум появляется из ниоткуда и убивает вас прямо на глазах у всех. Это настолько редкое явление, что когда видишь нечто подобное, сразу понятно. Кто-то начитерил. А если еще и были оскорбления, то мошенника ждет вечный бан. Номер 3. Потребовать извинений. H1Z1 Нет ничего нового в том, чтобы требовать извинений от читера. Но H1Z1 поступает иначе. Если вас поймают на читерстве, то навсегда заблокируют вашу учетку. Единственный способ восстановить ее – загрузить на YouTube видео с публичным признанием в читерстве. Ссылку нужно отправить разработчикам на мейл. Однако это заставило многих людей рассердиться, и после кучи неискренних извинений, разработчики Daybreak выпустили видео, высмеивающее их. Неужели так сложно проглотить свою гордость? Номер 2. Судебные тяжбы. Фортнайт Со стороны разработчика это может показаться мелочным ходом. Но есть множество причин подать в суд на читера. В ноябре 2017 года Epic Games подала иск против 14-летнего пацана. Но он не только использовал читы для себя, а еще и продавал их с целью получения прибыли. Это не был единичный инцидент. Ютубера GoldenMods Epic также засудил в октябре 2018-го за продажу модов для Фортнайт на своем сайте. Оба случая были урегулированы в пользу Epic, а сумма компенсации не разглашалась. Короче, не надо читерить. Это может закончиться плохо. Нажмите на красную кнопку и дерните колокольчик, и вы получите плюс 10 к неотразимости, и не пропустите новые видосы. Это не чит, все честно. Номер 1. Тюремное заключение. PlayerUnknown's Battlegrounds. Пока Epic Games направо и налево судились с читерами в Фортнайт, PUBG Corp. отправляет читаков прямиком в тюрьму. Ну, по крайней мере, в Китае. В 2018 году PUBG Corp. накрыло около 140 китайских хакеров, продающих читерское ПО, причем с троянами. Все хакеры были арестованы, и некоторым грозит штраф в размере более 5 миллионов долларов. Сейчас читерство в играх перешло все известные рамки. Оно может навредить репутации игры и отпугнуть игроков, поэтому разработчики не будут это игнорировать и могут даже подать в суд или потребовать крупный штраф. Просто играйте в игру честно, как и все, и проблем не будет. А вы согласны с нашей подборкой? Как вам новый формат? Дайте знать в комментах. Зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. И это, на телегу подпишитесь, а? Субтитры создавал DimaTorzok